МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Амниотической оболочки, содержащей околоплодные воды. По результатам судебно-медицинского исследования развитие плода соответствует 10 неделям беременности. Следователи отрабатывают версии случившегося, в том числе криминального прерывания беременности. 27 февраля тверских журналистов пригласили посетить участок, функционирующий как исправительный центр. Участок открыт при исправительной колонии номер 1. И здесь исполняется новый вид наказания – принудительные работы. Данный участок был открыт приказом СИН 22 ноября 2018 года. И уже в январе месяце 19-го к нам поступили первые осужденные. Участок рассчитан на 50 осужденных, 10 женщин и 40 мужчин. В настоящее время в данном исправцентре отбывают наказание 9 осужденных. Все они поступили сюда согласно статье 80 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это замена лишения свободы более мягким видом наказания. Все эти осужденные поступили из разных регионов и в настоящее время содержатся в исправительном центре. Исправительный центр нам представлен всего 9 секциями в виде общежития, из которых 2 предусмотрены для женщин и, соответственно, раздельное содержание этой секции для мужчин. Также они имеют раздельные комнаты приема пищи, раздельные душевые и остальные места не общего, так скажем, индивидуального пользования. Основная функция исправительного центра – трудоустройство осужденных. Из 9 человек, которые прибыли сюда из различных регионов Центрального федерального округа, трудоустроены 7. Двое поступили сюда совсем недавно и в ближайшие 5 дней будут обеспечены работой. Самое главное, чтобы была достойная заработная плата у осужденных, это, наверное, самый главный критерий, чтобы работа не требовала каких-то специальных навыков и не была связана с особо опасными работами, которые требуют лицензии или еще каких-то либо специальных разрешительных документов. Ну и последнее, наверное, чтобы режим работы данного предприятия соответствовал режиму содержания осужденных непосредственно уже в исправительном центре. Удержание из заработной платы осужденного в доход государства устанавливается приговором суда в размере от 5 до 20% заработка. Принудительные работы назначаются на срок до 5 лет, как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Пребывание в исправительном центре может быть не только наказанием, назначенным судом, но и мерой поощрения лиц, которые уже отбывают наказание в исправительных колониях, а также мерой ужесточения режима содержания для осужденных, злостно уклоняющихся от отбывания наказаний, не связанных с лишением свободы. Еще раз отметим, наказание принудительными работами кардинально отличается от лишения свободы. Этим осужденным разрешено и пользоваться мобильной сотовой связью, и покупать без ограничения продукты питания, вещи. Также им разрешены с письменного заявления на начальника исправительного центра выезда в город для решения социальных и других бытовых проблем. Предусмотрено и право на отпуск в размере 18 календарных дней после первых шести месяцев работы. Но есть и ограничения. Осужденные не могут самостоятельно выбирать работу без разрешения администрации покинуть исправительный центр. Здесь ведется круглосуточное видеонаблюдение. В случае уклонения от отбывания принудительных работ, либо признания осужденного злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ. Этот вид наказания заменяется лишением свободы. Тем временем в исправительной колонии номер 10 впервые прошли турниры по хоккею в валенках и настольному теннису среди осужденных различных исправительных учреждений области. Хоккей в учреждении «Хувсин» – молодой вид спорта. И организаторам турнира из-за перепада февральских температур пришлось изрядно понервничать. Ведь хоккейную коробку, сооруженную в центре футбольного поля, сделали из снега и залили лед. Матчи прошли в формате 4 полевых плюс вратарь. Три периода по 10 минут. Арбитр турнира, судья Виктор Гончаров, много лет принимает участие в спортивных мероприятиях «Уфсин». В матче за третье место между командами ИК-1 и ИК-6 бронзу сумели завоевать хоккеисты ИК-1. А в финале встретились прецеденты на победу ИК-10 и ИК-4. С самого начала игры осужденные «десятки» держали инициативу и выиграли со счетом 9-1. Параллельно с хоккеем в клубе проходил турнир по настольному теннису в командном и личном зачетах. Победу одержали теннисисты исправительной колонии номер один. Победителям турниров вручены переходящие кубки, грамоты и сладкие призы. Особая награда хоккеистам – спортивная экипировка.